МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия разваливается из-за криминальных и этнических конфликтов. Это больше не целостное государство. Да и не государство вообще. Потому что государство живет по законам, а Россия по инерции. Это для него будет самым правильным и патри... 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 Да, я снова не могу назвать, но... Кадыров и Путин продолжают деребанить маркетплейс Вайлдберрис. Аватаром Путина выступает миллиардер и дагестанский сенатор Сулейман Керимов. В этом конфликте есть и частный интерес Путина, который на стороне Керимова. Керимов – это один из кошельков Путина и его семьи. Дальше события развиваются, как в фильме «Жмурки». А дела наши очень плохие. Дальше будем угонять? Нет, пешком пойдем. Дон-Дон надел свой свадебный спортивный костюм, собрал Ахмат силу, которая, по идее, сейчас должна оборонять Курскую область, и заявил, что Керимов и два депутата от Дагестана и Ингушетии заплатили киллеру 100 миллионов долларов, чтобы убить Кадырова. Глава региона в прямом эфире объявляет кровную месть сенаторам и депутатам. А че, так можно было, что ли? Даже на пиратской Тартуге порядка было больше. Лихие девяностые – это детский сад, потому что тогда воевали банды, а сейчас за бизнес воюют целые регионы и республики. Банда! После оглашения по радио о кровной мести на федеральной трассе у въезда в столицу Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль ингушских силовиков. Погибли трое. Ответ последовал очень быстро. В Грозном отрицательно не взорвалась бензозаправка. Тоже есть погибшие. Естественно, эта заправка принадлежала семье Кадырова. Как говорится, началось. Кавказ загорелся и угарным газом завоняло на всю Россию. И самое страшное, что из-за разборок кучки братков в огромной опасности оказались жители Кавказа. Особенно может пострадать самый маленький регион России – Ингушетия. Эта республика и ее народ – один из самых дискриминируемых в недоимперии. Пьяный медведь в косоворотке приперся в Ингушетию в 1772-м. И для ингушей наступили темные времена. В 1917-м появился шанс пнуть ногой гниющую империю и уйти в свободное плавание. Ингуши в составе Горской республики объявили о суверенитете. Автором Декларации независимости и Конституции Горской республики был Ингуш Вассангирей Джабагиев. Украинская народная республика одной из первых признала новое государство вместе с Великобританией и Германией. В свете этих событий считаю, что исключительно важным будет вернуться к проекту Горской республики, которая в свое время была признана десятками стран международного сообщества. Народы Северного Кавказа, чеченцы, ингуши, дагестанцы вместе противостояли московской колонизации. Естественно, в Кремле загрустили и решили действовать максимально подло. По принципу «разделяй и властвуй». Москва сделала все, чтобы поссорить по-настоящему близкие народы. Житель Ингушетии Ахмедхан Тимурзиев попросил главу Чечни вернуть для захоронения останки его сыновей Хасана и Хусейна. В декабре 2020 года их убили силовики в Грозном при нападении на сотрудников полиции. После окончания Гражданской войны коммунисты так перекроили границы Кавказских республик, что заложили бомбу на сотню лет вперед. А депортация всего ингушского народа в 1944-м запустила таймер. Большая часть Ингушетии вошла в Северо-Осетинскую Советскую Республику. Горная часть пригородного района отошла к Грузии. Дома депортированных были отданы осетинским семьям. Ингушетию поделили как осетинский пирог. Правильно. После развала Красного концлагеря ингуши стали массово возвращаться домой и начали требовать вернуть их дома и земли, в которых уже 60 лет жили осетины. Кавказцы и ребята горячие, поэтому сразу достали ножи и кинжалы. В 1992-м произошел этнический конфликт, о котором мало кто помнит. За короткий период погибло более 400 ингушей. Кремль стал на сторону Северной Осетии. Типа, отчего вы приперлись обратно? Мы же вас выгнали. Ингушетия потеряла четвертую часть своих исторических территорий. Я принимал участие. И принимал участие, надо сказать, и мои сослужители, которые работали, они выполняли в этом, в этом, в этом, тоже свой долг. Они разъединяли противоборство в штатах Ингушетии. Я, например, со своей группой работали мы и в ущельях, и по территориям освобождая, в том числе, заложников ингушской национальности. А в 2001-м на Кавказе к власти пришел клан упырей и предателей под названием Кадыровы. Правда, больше известные как султаны-коллаборанты. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет. Я говорил в 95-м, 96-м году, призывал чеченцев, убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200. Я говорю, сколько можете. Я тогда призывал джихад. Клан Кадыровых потребовал вернуть Ингушетию в состав Чечни, ссылаясь на то, что это когда-то была одна республика. Ингуши задали резонный вопрос, так может тогда Чечня вступит в Ингушетию? Рамзан Кадыров пригрозил силой забрать земли у соседней Ингушетии. Так глава Чечни отреагировал на акцию протеста Ингушей, которая прошла 12 ноября в Сунжинском районе. План с полным поглощением провалился. Поэтому кадыровцы начали разрывать Ингушетию по частям. Обращаюсь сейчас к всем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села, оставшиеся, заберу. В 2013-м Кадыров в сауне с лидером Ингушетии Евкуровым подписал договорняк, по которому Сунжинский район республики переходит в Чечню. Так совпало, что именно этот район считается самым богатым по запасам нефти. Естественно, жители Ингушетии удивились новым территориальным реалиям и послали Дон Дона крутить хвосты и шакам и выплавлять медальки для сына. 1 августа 2014-го на границе Ингушетии и Чечни произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками. Люди постоянно выходили на акции протеста. Даже Конституционный суд Ингушетии стал на сторону протестующих. Кадыровцам пришлось на некоторое время отступить. Но 8 ноября 2018-го ситуация вновь накалилась. Парламент в Чечне опубликовал новую карту республики, куда входили земли Ингушетии. Тут на стороне Кадырова выступил уже Конституционный суд РФ и признал аннексию законной. Ингушетия-Чечни никакой территории не передавала. Конституционный суд исходил из того, что не было между республиками настоящей административной границы, а значит и референдума не нужно. Тогда Кадыров еще считался пехотинцем Путина. Ему было можно все. Поэтому пехотинец разбаловался и захотел генеральского коня. Война за интернет-магазин может легко перерасти в войну за территории и власть по всей бывшей России. Если нет законов, то автоматически работает закон джунглей. В данном случае – болот. Хочет этого или нет, Ингушетия уже втянута в конфликт. И нет никаких гарантий, что кровная месть одному ингушскому депутату не перекинется на весь ингушский народ. Тем более, что кокаиновый падишах затаил злобу и обиду на ингушей. Руководство дало, государство дало, чтобы они приняли правильное решение. Вот все, что было при Дудаево аннулировано, аннулилили это решение тоже. Ингушам нужно действовать смело и организованно. Снова стать той идеологической силой, которая один раз уже объединила кавказские народы в борьбе против местных царьков и московских оккупантов. Мы решили, полагаю, решили мудро, что мы прекращаем войну, что мы выведем отсюда войска. Недавно бойцы Ингушской освободительной армии, да, такая есть, записали на территории Ингушетии видеообращение, в котором призвали кавказские народы возобновить освободительную вооруженную борьбу против России. Последние события на Кавказе и разборки вокруг Вайлдберрис еще раз показали, что развал Недоимперии уже произошел. Сейчас мы наблюдаем за ее агонией. С нетерпением ждем финальной зарубы между двумя обезумевшими от безнаказанности дурачками. Последнего султана против последнего императора. Клана Моли против клана Барана. Все это сложный, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том. А ингушскому народу и всем кавказским народам нужно воспользоваться великим историческим шансом и стать свободными. Россия – самая большая и богатая природными ресурсами страна в мире. Русские ее считают великой, а себя – богоизбранными. Но что будет, если с нашей планеты в один миг исчезнет эта доробла? Исчезнет не только Россия, но и все российские достижения. Что произойдет с нашей цивилизацией? А ничего! Мир даже не заметит исчезновения России, потому что Россия ничего не дала этому миру. Все эпохальные изобретения русских типа радио и таблицы элементов Менделеева были придуманы параллельно в других странах. Точнее, даже раньше, чем на болотах. Вся планета почему-то уверена, что Маркони изобрел радио. А периодическую таблицу Менделеева на Западе называют просто «периодическая таблица», потому что не признают, что ее изобрел бородатый мужик. Французы первопроходцем считают своего земляка Александра Эмиля Бегуе де Шанкуртуа. Свою систематизацию химических элементов этот ученый вывел еще в 1862 году, то есть за 9 лет до Менделеева. Англичане приписывают эти заслуги своим Уильяму Одлингу и Джону Александру Ньюленцу. Оба ученых предприняли попытки систематизировать химические элементы в 1864 году. Тут даже не важно, кто придумал первый. Важно, что, как видим, даже без русского Менделеева мир все равно остался бы с табличкой. И так во всех сферах культуры, науки и жизни. Машины, самолеты — все слизано с западных аналогов. Причем очень плохо слизано. Они заменили превосходные дисковые тормоза барабанами, которые были хуже. Они установили пусковую рукоятку, подсос и сделали кузов из гораздо более толстого металла. Они, наверное, думали, ага, вот это очень продвинуто. Запад до этого не додумался. Даже советский пломбир, от одного упоминания, о котором у ватников выделяется слюна и чувство достоинства, придуман в США. Рецептуру завезли в Совок в 30-х. И что-то мне подсказывает, что оригинал намного вкуснее. Вот министру задите. Его на развитие связаны. Если Россия исчезнет, никто не заметит. Разве что тихонько всплакнут два пользователя йотафоном. Я обращаюсь к киевской хунте. Слушайте внимательно. Вы можете бомбить наши нефтебазы. Вы можете бомбить наши авиабазы. Вы можете разваливать наши склады. Но если еще хоть один спиртзавод пострадает, вам пи***ть. Уже слышу возмущенный вой из прокопченных щами кухонь мухосрансков. А как же балеты литература? Как называется эта страна? Россия! Чтоб они помоги! Балет – это итальянское изобретение эпохи Возрождения. В переводе с итальянского это буквально «танцевать». Кстати, московиты не ощутили на себе ренессанс. Ни в быту, ни в культуре. Холопам не положено. Когда да Винчи создавал Мону Лизу, а Данте писал свою божественную комедию, на болотах продолжали менять крестьян на собак и вырезать на березе «Здесь был Прохор». Хотя и это сомнительно. Писать в Москве и могли единицы. А балет прижился в России только в 19 веке. И развивали его западные хореографы и композиторы Дидло, Перро, Петио, Кавос и Пуни. Какие-то фамилии все нерусские. Исчезновение русской литературы мир тоже как-то переживет. Без имперских пропагандистов Пушкина и Достоевского вполне обойдемся. А Лев Толстой половину «Войны и мир» написал на французском. Так что останется как минимум два тома. В один миг на одной шестой суше останется стоять только одинокая матрешка. Хотя матрешка тоже не русское изобретение. Вот это поворот! Матрешка была сварганена впервые в 1891 году в московской мастерской «Детское воспитание». Правда, это была точная копия фигурки японского бога Фукурокудзю, которую в Москву привезли с острова Хонсю. Японская фигурка состояла из двух половинок. В ней была еще одна фигурка поменьше. И она тоже разделялась. Всего было пять фигурок. То есть русская матрешка – это просто перекрашенная японская кукла Дарума. Если исчезнет США, Британия, Франция, Германия, Япония, Китай, мир погрузится в каменный век. Наша цивилизация без достижений этих стран и народов перестанет существовать. Если исчезнет Россия, максимум, что пропадет – это поддержка диктаторских режимов в совбезе ООН. В составе полученных нами документов по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигелирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, или тучих мышей, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Есть много народов, которые тоже не могут похвастаться величайшими достижениями. Но эти народы хотя бы не пытаются уничтожить то, что создали другие. У России же цель – все, что нельзя скоммуниздить, сломать и обгадить. Никто не будет спорить, что в области разжигания ненависти и военных преступлений России сейчас нет равных. Если исчезнет Россия, то исчезнут десятки, а может и сотни тлеющих конфликтов на всем земном шаре. Москва поддерживает и оружием, и финансами десятки диктаторских режимов и террористических организаций. Россия дошла до такого состояния, что делает это уже открыто. Чего стоят дипломатические отношения с Талибаном? Для русских они больше не террористы. Дистанция иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка. Для России теперь является нормальным казни женщин за неправильную одежду и уничтожение целых этнических групп, что практикует Талибан. Почему бы после того, как на стадионе закидали девушку камнями, не поехать в Москву попить чайку и повасьваськаться с грустной лошадью? Извините за такой вопрос, но сегодня просто вот с вашей подачей все это обсуждают. Почему вас интересует судьба квадроберов в Армении? Вот это сейчас везде обсуждается. Просто у нас было бы время. После исчезновения России мир станет добрее и безопаснее. С исчезновением агрессивной русской субстанции и человеконенавистнических российских идей в первую очередь жизнь наладится у самих жителей бывшей России. Работаю в системе бюрократии, я вижу, как это все происходит. С одной стороны, я рад бюрократии, сам немножко бюрократ. Мне нравится бардак. А с другой стороны, я ненавижу бардак. Я люблю, чтобы тоже автоматизация пошла. Но до этой автоматизации, что при Путине, что при Навальном, будет все то же самое, что и сейчас. Возможно, когда российское население перестанет круглосуточно думать о величии, молиться на сармат и мечтать об уничтожении западной цивилизации, у них останется время заняться собственным благосостоянием. Если россияне перестанут думать о войнах и порабощении мира, возможно, у них появятся новые изобретения, достижения в культуре. Возможно, общество, отмытое от зет-фашизма, сможет стать успешным. Главе российского правительства сегодня показали первый российский смартфон. Аппарат с двумя экранами, получивший название «Йотафон», вручил Дмитрию Медведеву председатель корпорации «Ростех» Сергей Чебесов. Вся проблема России и россиян в том, что они не хотят жить хорошо. Они хотят, чтобы все в мире жили точно так же плохо, как и они. Они хотят, чтобы Швейцария была похожа на Мордовию, а не наоборот. Русский мир деструктивен. Поэтому Россия и не может похвастаться великими открытиями. Они и на Украину напали только для того, чтобы помешать украинцам стать успешными. Москва так сильно хочет помешать Украине развиваться, что готова ради этого свою страну окунуть в нищету и разруху. Лишь бы насолить соседу. На протяжении нескольких веков Москва пытается отказаться от своих корней. Цари и диктаторы из Кремля истерически пытаются примазаться к Киевской Руси и славянскому наследию. Хотя исконная Россия такие же славяне, как и китайцы. Москва почему-то уничтожает собственную идентичность и стыдится своего происхождения. Я лакец. Я дагестанец. Я чеченец. Ингуш. Русский. Татарин. Еврей. Мордвин. Осетин. Исторически Россию населяют финно-угорские народы. Ирзя, Макша, Коми, Удмурты, Мариел. И все они в опасности, потому что свихнувшийся Кремль решил стереть собственный народ и создать Франкенштейна под названием Великорос. Славяне пришли на исторические российские земли только в 12 веке. И по факту являются оккупантами. Порабощенные народы насильно покрестили и назвали русскими. Вот только русскими от этого они не стали. Зовут меня Алексей, позывной жнец. Я представитель народа РЗЯ. На сегодняшний день защищаю свободу и независимость Украины. Косинская агрессия. В силу своей профессии моя речь будет краткой и лаконичной. Моя цель на этом съезде – призвать всех представителей финно-угорских народов в борьбе с диктажевским режимом Путина. У РЗЯ, кстати, серьезный конфликт с РПЦ. Потому что РЗЯ массово отказывается от православия и возвращается к РЗЯ традиционной вере. Естественно, у ФСБшников в рясах от этого ладан подгорает. Мы часто называем русских макшанами, но тем самым мы оскорбляем макшан. Потому что это отдельный народ, который столетиями находится в оккупации Москвы. Хотя сама Москва – это финно-угорское название и означает «темная вода». Лучше и не опишешь это место. Мы ходим на ведро и потом выливаем на улицу. Крупнейшей финно-угорской республикой является Мордовия. Там даже три государственных языка. Причем масштабы геноцида удивили бы даже Гитлера. По переписи 2002 года носителями финно-угорских языков себя называли 614 тысяч человек, а в 2010-м уже 393 тысячи. То есть меньше, чем за 10 лет куда-то исчезла почти половина коренного населения. Всех их превратили вот в это. Как называется эта страна? Россию! Господи, помоги! Мордвины – древнейший народ. О них в VI веке упоминает готский историк Иордан. Тогда Мордвины воевали с германскими племенами. А Эрзя уже в VII веке были в составе Хазарского каганата. Где в это время были великоросы? Правильно, на деревьях. Грызли шишки. Отвечая на вопрос, что можно есть в лесу, я могу дать довольно простой ответ. Можно присмотреться к другим животным, которые в лесу живут, и посмотреть, чем они питаются. И, в общем-то, вполне возможно, это подойдет человеку. Ну, например, обратите внимание на вот это. Это шишка, еловая шишка. В средневековье Макшани и Эрзя постоянно воевали со славянами. И довольно успешно. А национальный герой Эрзя, князь Пургас, погиб, сопротивляясь монгольскому вторжению. В отличие от русского национального героя Александра Невского, который присягнул захватчикам, стал полицаем и начал собирать для монголов дань со своих же. Ощутите разницу, как говорится. Теперь пиво Невское в новой оригинальной бутылке. Сейчас в России усиливается национально-освободительное движение Эрзян. Для них это вопрос выживания народа, сохранения языка и культуры, потому что кремлевские жернова буквально не оставляют ничего живого. Очень много сказано о проблемах ущемления наших языков, культур, истории и так далее. Нам нужно проявить свою твердую волю и сражаться за наши ценности не словом, а делом. Поэтому призываю тех, кто может сражаться с оружием в руках, вступать в вооруженные силы Украины. Для тех, кто не может в силу определенных причин держать оружие, есть немало других способов сражаться. Борьба эрзянского народа за независимость началась еще в 19 веке. Уже тогда они требовали реализации своих национальных прав. Большую роль в самоопределении сыграли финские и эстонские этнографы, которые подробно описали быт, традиции и язык эрзян. Этот народ буквально начал подниматься из забвения. В конце 19 века энциклопедист Макар Евсеев создал первые буквари для Макшана и эрзян. В этот период начинает формироваться эрзянская интеллигенция. Во время развала империи в 1917-м эрзяне окончательно решили, что с Москвой им не по пути. Я Болян Сирис, старейшина эрзянского народа, член Лиги Свободных Наций и ветеран русско-украинской войны. На протяжении веков мой народ выживает в условиях колонизации. Борется за свое право быть, жить на земле своих предков по своим обычаям, говорить на родном языке, так же, как другие порабощенные народы. На первых порах большевики заигрывали с народами, чтобы получить поддержку. Но как только захватили власть, объявили войну всем национальным движением. Во время Большого террора были уничтожены почти все деятели эрзянского возрождения. И только в конце 80-х, когда замаячил второй распад Недоимперии, эрзяне снова открыто возобновили борьбу за независимость. Было создано эрзяно-мокшанское общественное движение «Мастарава». Они требовали от руководства Мордовской республики признания прав народов, населяющих Мордовскую республику. Главное требование – отменить псевдоэтноним Мордва и заменить его на Мордвин, Эрзя и Мокша. Саму Мордовию переименовать в «Мастарава». А эрзянские и мокшанские языки сделать государственными. И что немаловажно, остановить в республику наплыв депортированных и осужденных. Потому что Москва сделала из Мордовии одну большую каторгу. Этот поезд идет по специальной лагерной ветке. Там впереди знаменитые мордовские зоны. На любой вкус. Общий режим строгий, особый. Спецучасток для пожизненных, колонии для наркоманов, для иностранцев, для бывших сотрудников милиции. Эрзяне продолжили борьбу и в современной России. В 1993-м основано движение за равноправие и развитие «Эрзян-Мастар», что в переводе «Страна Эрзян». Их цель – создание отдельной Эрзянской республики. Потому что ручное кремлевское руководство Мордовии просто не признает существование этого народа. Это было для меня важно еще с 90-х годов заниматься эрзянским вопросом. Я нащупывал эрзянский вопрос, эрзянской контуры, эрзянской сущности, которая была как-то сокрыта, она какая-то была в некой пелене. Вроде бы она есть, вроде бы ее нет. Если ты не хочешь замечать, ты прекрасно себе живешь в мире Газмановых и Аллы Пугачевых. Один в один, как с украинцами. Нас же тоже не существует. Украинцы, эрзя, калмыки, чукчи, татары – все русские. Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросили в состав Московского царства. Эрзяне и макшане – один из самых дискриминируемых народов российской недофедерации. По словам главного старейшины эрзянского народа, за последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратилась в небольшую этническую группу, которая находится на грани полного исчезновения. В похожей ситуации оказались и Мокша, Удмурты, Майри, Чуваши, Башкиры и татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты и даже учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах и анекдоты о том, какие все вокруг тупые, а русские – молодцы. Сегодня Мордовия – это депрессивный регион, где каждый пятый живет за чертой бедности. Можно сравнить, как живет родственная эрзянам независимая Финляндия. Вот Финляндия, вот Мордовия. Несмотря на репрессии и давление московских властей, национальное освободительное движение эрзян задушить не получится. И недоимперия обязательно развалится и в третий раз. Сегодня многие эрзяне и макшане воюют на стороне Украины против московских оккупантов. Поэтому не называйте русских макшанами. Русские – это орки и людоеды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова